Облик становится красочнее. Серые стены и неприглядные трансформаторные подстанции в Тюмени превращают в произведение искусства. Художники со всей России приехали, чтобы принять участие в фестивале «Морфология улиц». Десятки объектов приобретут новый вид. Лариса Соловьева наблюдала за работой. На этой стене уже третий день вырастают сказочные деревья. Екатерина Бережная – художник, волшебные сады – ее любимая тема. Но на такой поверхности и в таких масштабах рисует первый раз выйти на улицу с красками. Хотелось давно, и вот появилась возможность. Ее сказочный лес будет украшать старую стену между двумя детскими садами. Я получаю огромный эмоциональный заряд. Я вообще, в принципе, люблю рисовать. Начнем с этого. То, что небольшой кусочек нашего города, страшный и грязный, столько граффити было, превратился в кусочек сказки. Это же здорово. В эти дни весь город превратился в один огромный художественный холст. Мастера и новички не только из Тюмени, но и других регионов приехали, чтобы оставить на улицах на памяти себе свои картины. Не хватает у вас в городе цветов. Антон приехал порисовать в Тюмени с Кирова. Сначала отправил эскиз на конкурс. Проект прошел отбор, нашли подходящее место. И через три дня трансформаторная подстанция расцветет. Тема растений – вообще его фишка. Мне кажется, что она никого не напрягает. В ней можно двигаться бесконечно. Цветы всем нравятся, растения тоже дают нам кислород. Хорошее создание. Трансформаторные и щитовые стали основой для художников. Для каждого эскиза искали подходящее место. Сказка, детскому саду, цветы не самой живописной части города. А это концептуальное полотно на кирпичах рядом со школой. Оригами. Из чистых листов бумаги получается оригами, как становление личности. Ей привычнее кисть, холст и масло. Малярный валик в живописи – не совсем обычный инструмент. Но для художников это новый и интересный опыт. Нанесение краски тяжеловато немного. И смешение именно акриловых красок тяжело очень. Колеров этих всех. И масштаб, конечно, да. Оценить готовые работы можно будет уже в конце недели. Лариса Славьева, Максим Плюхин. Тюменское время.